Добрый день, дамы и господа! Всем привет, Адита из Солнечной Канады. Сегодня у нас будет обзор, обзор масок из магазина Янику. Ну, давайте оставим в стороне споры, помогают они, не помогают, нужны они, не нужны, не будем тут разводить сейчас политику и вот это вот все. Это наша действительность, это как бы то, в чем мы сейчас живем, и мы ничего не можем с этим сделать. У нас в Канаде без маски вас не пустят ни в одно закрытое помещение, ни в один магазин, ни в один спортзал, ни в один ресторан, и как бы, ну, что делать? Поэтому разговоры о том, что помогают они, не помогают, нужны они, не нужны, давай сейчас оставим в стороне. Мы как бы, жизнь продолжает существовать, и мы как бы, вот, пытаемся сделать нашу жизнь более легкой, приятной в сложившейся ситуации, окей? Вот, я хотела рассказать про маски Яникло. Когда я последний раз была в магазине Яникло, я заметила, что у них продаются маски, вернее, я знала об этом еще раньше, но я решила ее купить и протестировать, так скажем, да. Я поносила ее несколько дней, и я вам расскажу о том, что я думаю по этому поводу. Значит, выглядят они так. Вот такой вот пакет. Он вскрыт, и, конечно же, естественно, он, в принципе, вот так вот здесь запечатан, и я его вскрыла, и, значит, конечно же, потому что я ее тестировала, я ее носила. Значит, в пакете находятся три маски, и стоит она 14.90 наших канадских долларов. Ну, вот, переводите в свою валюту, в принципе, Google, в помощь, в рубли, в американские доллары и так далее. Не есть чем сравнивать. У меня вот уже такой здесь набор разных масок, которые у меня существуют, и которыми я пользовалась, и я должна сказать, что вот первое на впечатление от маски Яникло — это единственная маска, которой мне не хочется сразу содрать себя, как только я могу это сделать, потому что все остальные маски, у нас маски нужно носить в помещении, если я заходила в магазин, то, выходя из магазина, я тут же себе ее, значит, хотела сколопнуть, потому что мне тяжело дышать, и мне, в общем, было, мне надеяться на нервы, у меня запотевают очки. Ну, в этой, кстати, тоже запотевают очки. Я сейчас вам расскажу, что это, в принципе, не спасает от запотевания очков, но есть очень много других положительных моментов. Что мне нравится в этих масках? У них есть три размера. В отличие от всех остальных масок One Size, что называется, маски Яникло продаются Small, Medium и Large. У них есть три размера на любой размер вашего фейса. Значит, у меня фейс не особенно такой уже большой, гигантский, поэтому я купила себе Medium, и она мне, в принципе, хорошо. Значит, они есть в двух цветах — черные и белые. Ну, то есть, без картинок, без всяких, что, в принципе, это, как бы, нормально. Значит, выглядит она, выглядит она следующим образом. Ну, вот такой вот наносник. Внутри написано, здесь есть надпись, и это слово airism, я так понимаю, от английского слова air, которое означает воздух, то есть, воздушный, то есть, дышащий, в общем, что-то такое, я думаю, имеется в виду. И вот, да, здесь написано то же самое, здесь написано airism на вот здесь вот мешочке. Что я вам хочу сказать, очень помогает, потому что я, когда все остальные мои маски, я когда их надевала, я всегда думала, это верх или низ, верх или низ. А здесь вот эта вот надпись внутри, я знаю, что это низ, потому что буквы должны быть лицом вверх. Ну, в общем, трудно, я сложно объясняю, но, в общем, я думаю, что вы понимаете идею. Значит, она внутри тоже черная. Она, у нее вот здесь вот нету возможности уменьшать или увеличивать вот эти вот дужки, что как бы минус. Ну, учитывая то, что у нее есть размеры, что она как бы идет, у нее есть размерная сетка, то это, в принципе, может быть, не такая уж проблема. Что мне еще нравится? Мне нравится то, что она внутри черная, потому что я всегда в мейкапе, я вечно в помаде, вот, когда не забываю накрасить. Мы, конечно, их стираем, но, вы знаете, вот помада и мейкап у меня как-то вот уже на белом фоне стали оставаться после нескольких стирок. У меня как бы пятна эти не проходят в мейкапе, на белом фоне вот этих вот масок. А здесь вот черная, я понимаю, что это все равно мейкап здесь остается, но, по крайней мере, его не видно. И когда стираешь, то не видно этих пятен, которые очень действуют на нервы, очень неприятно. Кажется, что она таки осталась грязная, несмотря на то, что вы ее стирали. Но, на самом деле, стирается она прекрасно. То есть, согнет она моментально. И вот эта вот форма у нее такая, знаете, как будто бы вот такой вот формы для девочек, которые носят помаду. Это очень хорошо, потому что, когда вы его на себя надеваете, она не припечатывается к вам в пятак, и помада не размазывается по всей маске и потом по вашему лицу. Я сейчас даже, может быть, ее надену, чтобы вам продемонстрировать, как она выглядит. Ну, вот так. Выглядит она обычно, в принципе, маской-маской. Ну, я должна сказать, мне она плохо слышна, я сейчас заглушаю. Я должна сказать, что она сидит очень хорошо. Она так облегает, где надо, вот, где не надо, она не облегает. Она не облегает, как бы, в районе вот губ и в районе носа. Таким вот клювиком стоит, и, в принципе, она никуда не девается. Дышать в ней легко. Она достаточно легкая, достаточно, ну, такая, пористая. Защищает от вируса или нет, я не знаю. Я не доктор, я не эпидемиолог, и мне очень трудно вносить какие-то свои оценки. Я исхожу из удобства во всех отношениях. Удобство в смысле дышать, удобство в смысле, вот, носить ее, легкости и так далее. И, как бы, она... Что мне нравится, что она, из-за того, что у нее есть размеры, она так хорошо облегает лицо, в принципе, не болтается, не висит, потому что у меня есть вот несколько... Несколько вариантов. Вот эту маску я заказывала у нас на Амазоне. Кстати, по поводу цены. Здесь три маски стоят 15 долларов. Вот эти маски я заказывала, по-моему, 6 штук было тоже долларов 15, то есть, как бы, в два раза дешевле. Но я вам скажу, что это такая ужаснейшая синтетика. Это, в принципе, тоже, скорее всего... Кстати, я сейчас посмотрю состав. Я даже не проверила. Интересно мне, да? Это жуткая-жуткая синтетика. Вот совершенно вот такая вот тряпка, в которой можно умереть от жары. Просто у меня лицо все мокрое от нее, и плюс ко всему у нее нет размеров, и она просто болтается какой-то такой портянкой на морде. Что у меня тут еще? У меня есть всякие вот разные, покупались. Вот такая вот у меня есть еще маска. Значит, она тоже как бы... Ну, во-первых, то, что она белая внутри, это неудобно. Здесь, кстати, еще есть такой карман. Можно вставлять какой-то фильтр. Я никогда этого не делала. Есть вот эти вот штуки для уменьшения или увеличения вот этих вот цеплялок за уши. Но я вам хочу сказать, во-первых, она очень толстая. Она есть такой толстой ткани, и, во-вторых, она большая. Вот у нее вот сам размер вот самой маски, она довольно большая. Я когда ее одеваю, она у меня где-то вот тут вот заканчивается. Вот такая четенькая масочка в цветочек. Эта потоньше, легонькая. Тоже у нее есть такие штуки для регулирования вот этих вот завязок за уши. Ну, не знаю, она... Тоже в ней тяжело, понимаете? Два слоя. В ней тоже довольно тяжело дышать, и она, как бы, не очень удобная. Вот, из всех масок, которые я вам показала, я вам хочу сказать, что... А, еще у меня и такая вот есть, смотрите. Ну, как бы... Я, на самом деле, это не заказывала. У меня есть подруга. Она просто ради шутки, ради хобма заказала таких масок штук десять на всех наших девчонок. Всем подарила. Ну, красиво же, правда. Если честно, я ее ни разу не надевала. Что еще? Да, я хотела посмотреть ее состав. Одну минуту. Короче, состав ее, она сделана из нейлона и испандекса, конечно. Но это и понятно. Она как бы чувствуется, но она не из хлопка. Но при этом, вот вы знаете, я хочу сказать, что Юникло обладает удивительной способностью. Даже их вещи, даже их одежда, которые сделаны из всяких ненатуральных материалов, они все равно вот какие-то дышащие. В них, как бы, понимаете, синтетика синтетики рози. Есть синтетика, в которой можно дышать и в которой можно жить. У меня даже есть летнее платье Юниклофская, синтетическая, но она настолько легкая, что я в нем в жару обходила, запросто, и мне было совершенно не жарко. Вот то же самое, эта маска, это, конечно, нейлон и все такое, но, если честно, я вам хочу сказать, что вот из всех масок, я вам показала, у меня их много, из всех масок, которые у меня есть, это единственная маска, в которой я действительно могу существовать. Она мне не мешает, она не сползает, она не наезжает мне на глаза или, наоборот, не сползает, она мне совершенно не мешает. Потому что вот эти вот штуки, которые я вам показывала, которые регулируются длина вот, сейчас секундочку, регулируется длина вот этих вот завязок за уши, это, конечно, удобно и все такое, но я вам хочу сказать, что потом вот эти вот, вот эти вот смешные, дурацкие завязочки торчат из-за ушей, в общем, выглядит это довольно непрезентабельно. Ну, если кому не важно, то не важно. А здесь как бы все очень аккуратно, очень качественно. Я хочу сказать, что она действительно очень аккуратно, очень качественно сшита, все все швы, и она, в общем, как бы не к чему придраться, правда, правда. То есть, вот самые мои горячие рекомендации, девчонки, если вы действительно вам нужны, вы ищете маску хорошую, удобную, легкую, то вот очень рекомендую. Да, действительно, мне в ней легко, мне в ней легко дышится, мне в ней удобно, она мне не мешает, никак. В общем, я говорю, самый большой показатель для меня, это то, что, когда я выхожу из магазина и имею возможность ее снять, я не сдираю из себя ее в первую же секунду. В общем, еще дохожу до машины, сажу с машины, включаю машину, там ковыряю свои сумки, потом вспоминаю, что она мне маска, я ее снимаю и, в общем, то есть, нету желания избавиться от нее в первую же секунду, как только я выхожу из помещения. Так что, ну, вот так. Все, девочки, на этом все, надеюсь, что вам было это полезно, надеюсь, что вы воспользуетесь моими советами или нет, как вы хотите, но вот я, как бы, слышала много про эти маски, решила их купить, протестировать и, действительно, вот, мне они очень понравились, очень-очень рекомендую. Все, всем здоровья! Желаю всего самого наилучшего! Спасибо, что посмотрели мое видео, не забывайте подписываться, ставить лайки, люблю, целую, пока-пока-бай!